всем привет ребята если вам нравится пиксельмон то ставьте лайк и не забываем то что если мы наберем 200 лайков то новая серия выйдет еще сегодня в 7 часов по москве ровно через 9 часов после того как выйдет эта серия то есть если мы наберем 200 лайков за ближайшие пару часов то новая серия выйдет еще сегодня я благодарен вам за каждый лайк за каждый комментарий который вы ставите за то что вы принимаете активное участие в комментариях и обсуждение нового видео но ребята не забываем если вы хотите новую серию то поставьте лайк и новая серия еще выйдет сегодня всем приятного просмотра и так все прияты дорогие друзья с вами снова адисон мы продолжаем играть майнкрафт с модом пиксельмон и ребятушечки потопали мы дальше прокачивать нашу команду что надо сейчас еще делать только как прокачивать или я нифига себе чё тут так проседает как-то ну это уже походу из-за шейдеров или какие-то они логучили что ребята знаете что я еще хотел у вас спросить небольшой такой опросик я скачал себе какой-то ресурс пак там redcraft который сейчас прям очень-очень какой-то популярный я не знаю все его используют давайте ребят протестируем я не знаю хотите ли вы чтобы мы его использовали может вам больше другой то есть я не знаю ребята я не знаю лучше ли он или нет как вам как вам ребята нравится не нравится я если честно не очень так не знаю ты нужно посмотреть так ща там еще есть как ну принципе это одни и те же просто другое качество ща посмотрим во мне принципе один и тот же только качество другое мне так кажется поршень был шайни уже нету ладно не видел кто там такой но все же ребята я не знаю как как вам ребята вообще нравится ли вам вот этот текстур пак если шейдерами еще просто шейдерами как-то или глючит или что этот текстур пак может для этого текстур пак какие-то другие шейдеры нужны не но сами самые текстурки да в принципе прикольные мне более так нравится это что такое смотрите ребят на сундуки как-то о-о-о я нашел место где они дрыгаются танцуют или что это ну фиг его ребята знает честно какую текстур пак лучше использовать давайте пока что будем тот что у нас был потому что если честно не знаю я к этому уже привык можно и так сказать но все же да чё ты так глючишь я не понимаю давайте ребята выключим что-то дети эти шейдеры начали при прилагивать или фиг его знает ладно топаем на остров ребята нам еще нужно прокачать 9 уровней нашему дрифт блиму да не не нужно залагивать там как раз босс дай нам вылезти во так быстренько басяндрик если успеем его убить где он шейдер вообще как-то непривычно офигеть как непривычно привычно так ладно давайте с 4 ударов 3 так тогда 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 это сюда ща 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 бам-бам о так это 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 кого нет тебя да твою ж опа и опа отлично 41 уровень за эту серию ребята мы должны прокачать 50 это сто процентов что мы в принципе прокачаем мне так кажется ух я не знаю попадем ли мы тут снайпер теперь я перекинул еще пока он того все о попали отлично ну вот этого с двух ударов отлично так этого еще можно и еще раз отлично так вылечим быстренько руки-поки-поки хил и давай о нет но сначала давайте киндлера быстренько завалим завалим 30 он нифига себе 30 уровень принципе даст одного удара так сейчас ну да нормально один покемон лучше бы ты вообще тут не спавился с одним покемоном так 43 мы ему уже два уровня ребята прокачали что принципе нормально так да не волторг не нужен нам волторг ну рапидаж я не знаю о да отлично ну ты видно очень хотел напасть так отлично попадем к не попадем попали отлично так ну все 40 какой 44 пока что не видел но ладно ребята изначально еще раз проверю и вот это шейдеры будет ли будут ли они вот тут глючить потому что что-то напрягает немного так 44 44 и чем-то нифига себе сколько вас тут 20 уровня заспавнилась лучше бы столько 50 так знаете что ребята еще а может нам ферму покемонов сделать ферму для прокачки принципе в прямом смысле да взять с этого с креатива блок для спауна покемонов или купить его например да там поставить в продажу за 10 стаков алмаз ну здесь такого хотя нет принципе можно поставить 10 стаков алмаза сделать какой-то обменник например стак алмаза там одна монета какая-то и все такое и и ребята сделать обмен не то есть и сделать продажу вот того например нельзя там ставить вставить ни шайни нельзя там ставить не редких покемонов нельзя там ставить не легенд спауна а тупо вот такие те же киллеры, да? Берем мы, например, киллеров или бишарпов, ставим, сделаем какую-то небольшую ферму с замкнутыми помещениями, то есть или ограду вокруг, как, ну, как обычную ферму, да? И, например, ставим там настройки спауна, чтобы максимальное количество спауна может там быть 10 вот этих покемонов, максимальный уровень там, минимальный там, 30-й, максимальный 50-й. И они так от 30-го к 50-го спавнятся, и у нас будет вот такая небольшая ферма ферма вот этого кинглеров или там других покемонов или бишарпов там, например. И не нужно нам будет уже ходить вот тут искать покемонов, или мы, например, можем встать просто на одно место и ждать пока эти 10 покемонов, которые там в блоке записаны, что они должны спаунаться, пока они там будут спаунаться, мы их будем по одному убивать. И это, ребята, еще намного быстрее будет. И будет новое увлечение, ну, не увлечение, то есть будет немного разнообразие. Ну, как, не будет разнообразие, наоборот, будет. И как это сказать? О, это че? Ну, понятно. Наоборот, то, что мы будем стоять на одном месте и там убивать кучу киллеров, но все же, пока мы сделаем вот эту ферму и все такое, то это, мне кажется, будет прикольно. И, в принципе, сама суть того, что ферма, это, мне кажется, прикольно. Ну, я не знаю, ребята, это уже пишите вы, как хотите. Я дал идейку. Можете сделать. Действительно, просто быстрее мы будем прокачиваться, и даже не нужно будет менять цену на Раркенди, а просто то, что мы еще быстрее будем прокачиваться, потому что у нас будет своя ферма. И там не будет, например, Одиши 10 уровней, как там Краби 19 уровней, за Краби там Киндлер 29 уровней уровень, вот. За Киндлером там Киндлер 30 уровень, потом за Киндлером 30 уровня опять Краби там 20 уровень, а все будут там, 10 Киндлеров будут от 30 уровня и выше. И мне кажется, это действительно прикольно. Потому что мы будем еще быстрее прокачиваться. Так. И нам бы покушать. Какой там Дрифт Блин? 47. Ну, тебе еще 2, 7, ну, какие 7, 3 уровня и можно валить отсюда. На прокачку. Но то, что то, что ребята, нам еще нужно Дайво, отлично. Нам еще нужно же Раркенди сделать. У нас только 48, а нам минимум нужно 60. Поэтому поэтому ребята, еще нужно себе будет Раркенди немного сделать. В принципе, у нас есть все необходимые ингредиенты вроде. Так, ну давайте ему еще 2 уровня дотолкаем. Прям очень хочет вот эти 2 уровня. Меньше даже, чем 2. 1 там из 70% где-то. Но все же, ладно. Округлим. О, это что, я факел там сломал. Во. Хренакс. Так, ребята, я не знаю, нравится вам или нет новое там прохождение новой карты Загадочный остров. Но я, ребят, действительно, я просто стараюсь то, что чтобы сделать какое-то небольшое разнообразие. А то, смотрите, ребята, пиксельмон 10 часов утра, потом пиксельмон 7 часов вечера, потом на следующий день опять 10 утра 7 часов вечера, потом 10 утра 7 часов вечера, и так круглые сутки пиксельмон. Я иногда пытаюсь или обзоры какие-то делать на новые игры, или, например, играть в мультиплеев какие-то новые игры, или проходить какие-то новые игры, так как мы прошли там Assassin's Creed или еще что-то там. Играть в мини-игры в Майнкрафте, но я давно не играл, но, в принципе, можно потом будет и поиграть. Или, например, что еще? Или проходить какие-то карты, или выживать на каких-то картах, или выживать на каких-то картах и выполнять ачивки. То есть, ребят, я стараюсь, чтобы было какое-то разнообразие, но есть люди, которые просто не то, что не ценят, а, ну, им пофиг, да, то есть, им пофиг на то, что человек старается, и то, что хочет немного разнообразить не только Pixelmon, а и Pixelmon, и прохождение игр, и игра в мультиплееры, в мультиплеере, вот твою ж, не могу выговорить, и прохождение карт, выживание на картах, и всё такое. Нет, я выкладываю Pixelmon, он рад, выкладываю потом прохождение карты, он даже секунду не посмотрит там прохождение вот этой карты, сразу говорит, вот ты придурок, давай Pixelmon, зачем это конченное прохождение карты, и просто лепит дизлайк, ни за что, даже не посмотрев видео. И вот это, ребят, меня иногда расстраивает, то, что если вы смотрите, то я не заставляю вас смотреть там прохождение карты, если вы не любите прохождение, но тоже не нужно расстраивать, потому что у меня потом нету настроения, то, что вижу много дизлайков, и поэтому у меня просто нет настроения потом даже Pixelmon записывать, играть в Pixelmon. Потому что я выкладываю серию, серия вышла 5 минут назад, а идёт она 25 минут, и человек ещё даже, как за 5 минут, он мог посмотреть 25 минут, да? И просто-напросто, первая минута вышла, пункт, человек зашёл, написал, вот и придурок, поставил дизлайк, написал, всё, жду Pixelmon, и написал, вот, пока не выйдет Pixelmon, я буду на всех сериях ставить дизлайки, потому что я хочу Pixelmon. Я поэтому, ребята, уже и в комментариях пишу. Любится Pixelmon? Отлично. Я тебя не заставляю смотреть прохождение карт, я тебя не заставляю смотреть прохождение других игр, или мультиплеер, или всё остальное. Если нравится Pixelmon, отлично, поставь лайк под Pixelmon и жди новую серию. Если ты видишь, что какое-то новое видео вышло, и это не Pixelmon, но ты хочешь Pixelmon, пропусти это видео, не нужно не писать, что ты придурок, давай Pixelmon, не нужно ставить сразу дизлайк, даже не посмотрев видео, и писать сразу, давай Pixelmon, потому что я не хочу прохождения карты, и просто. Это самая малейшая поддержка, которая может быть, ребята, чтобы был небольшой стимул, небольшой стимул, чтобы у меня энергия появилась, потому что я вижу, о, нифига себе, какая-то новая рубрика, ну, нифига себе, у меня энергия появляется, появляется стимул, появляется сила для того, чтобы новые серии какие-то там записывать, или Pixelmon, или прохождение каких-то новых карт, и у меня действительно вот это появляется стимул, и я хочу играть, я хочу записывать новые серии и по Pixelmon, и по другим видео. Но, когда ну, есть такие люди, которые даже не поддерживают, а просто-напросто пишут, так, в прямой, знаете, ты конченый придурок, мне нужно вот эти серии, давай сразу Pixelmon. Я, ребята, не заставляю смотреть, но хотя бы можно выразить там поддержку, поставить лайк, но даже не смотреть видео и просто написать, а, ла-ла-ла-ла, хорошенькое видео, ла-ла-ла, но давай Pixelmon. Ну, ладно, уже допустим, то есть ты поставил лайк, ты можешь посмотреть видео, написать там, ну, нормально, но Pixelmon лучше. Я уже это восприниму как нормальный комментарий, потому что и это видео понравилось, но Pixelmon больше, поэтому пойду и Pixelmon запишу. Ну, вот эти опять спавницы какие-то багом. А, точно, сейчас же ночь, поэтому давайте, ребята, в горы пойдем, точно. Я что-то забыл как-то. Ночь уже нам в горы нужно. Во. Поэтому, ребята, я так говорю, небольшая поддержка и у меня больше энергии появится на то, чтобы записать какие-то новые серии и в принципе и не только Pixelmon, а и другие какие-то. Но, когда не выходит Pixelmon, выходит другое видео, сразу летит куча дизлайков, потому что я не хочу это видео, ля-ля-ля, давай Pixelmon, потому что ты придурок и все такое. Конченые карты какие-то проходишь, конченые игры какие-то играешь. Зачем это все? Если есть Pixelmon, давай сразу Pixelmon. Это одно. И у меня пропадает настроение, я просто не хочу ни во что играть. А когда? Ну, да, отлично, можно посмотреть, ла-ла-ла, на тебе лайк, ну, давай Pixelmon. Все. Это уже, ребята, поддержка и это можно понять, если есть немного ума и немного логики. То, что если ты поддержишь, то у человека будет больше настроения, чтобы записать для тебя тот же Pixelmon и что-то другое. И не только Pixelmon, а какие-то другие игры. Но кому-то проще поддержать и ждать Pixelmon, а кому-то проще, мягко говоря, извиняюсь, обкакать человека. И у него просто потом пропадает настроение и сами, ребята, понимаете. Но это тоже, знаете, ребята, много людей есть, и от многих людей это все зависит. Если вы можете поддержать и все такое, то вам, ребята, отдельная благодарность. Так, ну, ладно. Давайте тогда дальше Флориона прокачаем. О, нифига себе, мы ему уже два уровня прокачали. Он только что 47-й был. Уже 49-й. Давайте, ребята, тогда так, до ночи, точнее, не до ночи, а до утра, мы прокачаем. Во, Флорион уже 50-й. И Дрифт Блим 51-й. Это все, ребята, это мы уже можем идти прокачивать. Давайте тогда тут 59-й, 60-й. Анжелка. Так, Энерджи Болл, твою ж... Ну, ладно, мы ее и так уже выкладываем, поэтому, ладно. Я случайно, ребята, нажал заменить Энерджи Болл, поэтому не нужно. Сразу. Во, заменил Энерджи Болл. Во, 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 во. Как ты мог? 59-й, 60-й. Гравеллер какой там? 53-й. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Девятый. Шестдесятый. И сейчас... О, как раз! Как раз, ребята, 40... Да ну нафиг! 48 Раркенди так прям хватило до единого уровня. То есть, до последнего... Так. Вот, смотрите. Так, сейчас, ребята. Ровно так хватило 48 Раркенди. Прям... Прям-прям-прям хватило. Офигеть. 48 Раркенди хватило. И как раз, знаете, не на один меньше, не на один больше, а прям так. Так, отлично, ребята. Домой? Домой? У нас уже команда прокачанная. Можно возвращаться. Так, сначала пожрем. Так, выкинуть ничего не нужно. Сколько у нас там уже два с половиной стака золота? О, какого нафиг золота? Железо. Фу. Ну что, ребята, выкладываем вот это все. Нифига себе. Прям-то хватило. Так, тогда вот это ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, отлично. Так, это... А ну... У Анжелки нету эволюции. Или есть, или я что-то не понял. Может, эволюции не добавили? Или фиг его знает. У меня, походу, у него нет эволюции. То есть, наверное, не добавили просто. Так, ну ладно. Что, ребята, выкладываем? Нашел. Какая там команда? Пятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая команда, ребята. И нифига себе точно. У нас закончились огненные покемоны. Поэтому, ребята, огненные покемоны нужно кем-то другим заменить. Кем бы заменить огненных покемонов? Ребята, я в выбор предоставляю вам полностью. Кем заменить огненные покемоны? Давайте еще раз посмотрим. Электрический. Кто у нас есть электрический? У нас есть чинчоу, да? Тогда сразу на второй слот, потому что это электрический, ну и водный, как бы, да? То есть, идет у нас чинчоу электрический. Потом нам нужен травяной. Кто у нас есть травяной? Это, ребята, тоже сейчас нужно смотреть. Потому что, если у нас нету травяного, то это хреновенько. Ну, венонат вроде не травяной. Жучара. Сейчас, ребята, это нужно смотреть, это нужно высматривать, потому что, если у нас не будет травяного, это будет хреновенько. Ну, я вроде кого-то там еще видел, кто-то у нас был, но я не помню, кто. Это нужно сейчас О, точно, уже есть летающий еще тропинч Тогда, ребята, летающий сразу ставим Вот сюда Отлично, взяли летающие Ледиба у нас Шайни Сейчас нужно посмотреть Да, Шайни Ну, это такое Может, ребята, вместо водного взять Шайни Потому что, Шайни, взять Жуков Потому что Жуков у нас дохрена есть Вот, опять Жук Янма, Ледиба Венонат Кто там еще есть Жуков Все равно здесь вроде психический Да, психический Что-то залагало Задуприлось немного Или вместо огненных взять Бойцов, то есть у нас есть еще Хитмон Чан, нет, Хитмон Ли у нас есть У нас есть Мочоп Шайни у нас есть Манки Кто там еще есть Или, говорю, или вот таких взять Или, или, или Или, ребята, вместо огненных Нам взять психический У нас есть Абра У нас есть Винаджи Психический У нас есть Винаут У нас есть Слозис У нас еще там вроде парочку Джинкс Да, тоже психический Ну, как бы, ледяной Тоже У нас есть достаточно, ребята, и психических Если честно То есть это нужно смотреть, ребята Я выбор предоставляю вам Кого взять вместо огненных Потому что все, ребята Огненных у нас уже больше нет И прям все Или, например, вместо огненных взять нормальных То есть, первое, ребята Это нормальные покемоны Как там Стантлер Или еще там кто-то, да Ну да, как Маншлаг, Стантлер и остальные Или взять Жуков Как там Янма, Ледиба, Венунат и другие Или взять психических Как Абра Винаут Ну Слозис и другие Ребята, выбор вам То есть М А Точно, нам еще, ребята, нужно Гравелера эволюционировать Я это потом сделаю Я забыл, если честно Так, водные Давайте тогда Кто там? Третье место Ну, на третий нам нужно Вот этих Травяной Травяной Тоже, тоже, ребята, посмотрите Есть ли у нас травяной Если нету Это вообще хрен Ну, потому что Если И травяного нету О, точно Сайтера тоже можно взять Ну, как бы жук, да Томярт Мяут Ребята, у нас нету Ча Я еще есть, ребята, посмотрю Есть ли у нас травяной А то я что-то Как-то А, точно У нас есть еще Иви Давайте тогда возьмем Иви Ну, просто Чтобы было Так, сюда Да Потом водные Водные у нас есть Давайте Тиртугу Может возьмем Ну, вот и Рок То есть Фосил Потом летающий У нас вот этот Потом флайгон будет И дополнительный Кого бы Я случайно не туда поставил И дополнительный Давайте, ребята, возьмем Бам-бам-бам Бам-бам-бу Мидурина, может Нет О, ща Вот тоже жук Жуков у нас, ребята, просто офигеть Как много Поэтому я говорю Может Жуки себе Жуки Ну, в принципе, да Может Взять Жук Жука Во себе В команду Так Дуран Фемейл Давайте Не Дуран Фемейл Ребята, возьмем Тогда Не Дурину И Не Дурину Ну, ладно Давайте пока что Не Дуран Фемейл А Вместо Вот этого, ребята Вместо Огненного Я не знаю, ребята Может Действительно Давайте Может Сначала Жуков Прокачаем И первый У нас же Будет Сразу же Сайтер М Иксизор Себе Купим Будет Нормально Ну Ребята Выбор вам Предоставляю Можете написать Кого вы хотите Ну, вот Такая у нас Получается Следующая команда Вы можете Написать Кого вы хотите Ребята На этом Ставьте лайки Давайте на этом Уже закончим Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Всем за просмотр Всем удачи И всем Пока